Лайк и подписывай. Лайк и подписывай. Завет пьяного Ельцин для нас свято. Старец чудотворец, метиловый спирт, пил остался жив и здоров. Вы когда метиловый спирт сможете в ведро бахнуть и не ослепнуть, тогда и вас послушаем. А пока вы так. Весь опыт националистического движа в России показывает, что националисты больше других любых вообще идеологий течений склонны ссориться по любому, абсолютно любому вопросу, причем до хрипоты, до выхода. Нет, понимаете, в национализме какого-то авторитета, организации. Из-за отсутствия вот институализированности русского национализма возникают вот эти все бесконечные срачи. Понимаете, совок это не когда у вас есть куча танков. Совок это когда у вас есть куча танков, но эти танки никуда не едут. Что если мужчина какой-нибудь такой аниме-правый геймер, а женщина нацбол? По-моему, это более-менее совместимая. Что если мужчина аниме-геймер, а женщина нацбол? Это значит, что у них в семье есть еще и, простите, страпон, потому что никакой другой категории не может. А у женщины вырастает щетина. Стоит ли жениться на женщине, которую вы как бы не можете... Сильно ли важны идентичные политические взгляды в построении семьи? И которые вас постоянно перебивают на стримах, ёпта. И вообще истинная любовь возможна только с мужчиной, а лучше мальчиком. Гачи-газм. Давайте следующий вопрос. Истинная любовь возможна только между двумя двухмерными персонажами. Аниме-девочками. А какие у леваков есть доводы, кроме как бы белых мужчин, нападите и убейтесь об стену? То есть, по-моему, достаточно на этот довод. Не хочу и убиваться об стену. Или еще какие-то доводы нужны? РФ – страна победившего просвещенного центризма. РФ – это страна победившего просвещенного многонационального гомосексуализма. Я так чувствую, что господина Нестерман настолько поразили миллионы просмотров у Навального, что просто надо мне записать видео, на котором я буду кричать «Гитлер! Холокост! Жечь в печках!» А потом, короче, накрутить его миллион просмотров на Ютубе, после чего вот это вот видео, где, значит, десятки миллионов накрученных просмотров и, значит, поставленных лайков, да, там, тоже миллионы, показывать Нестерману на стримах и говорить «Ну и где твой бог сейчас?» «Тут Ельцин размышляет о приемнике, то есть у него там стоят три бутылки водки, на каждой, значит, написано имя приемника, он думает, какую из трех бутылок водки выбрать, да, то есть вы знаете, как, типа, там, осьминог Пауль гадающий, да, то есть вот тут как, Ельцин, как бы, три бутылки бухла, на каждой фамилии приемника написано, он думает, блядь, кого же, кого же. Может, по-либерально, может, действительно, Немцова, он как бы хороший, как бы еврей, православный, всех на Воги пересадить хочет. И тут, значит, раз, врывается прямо в Кремль, в нему кабинет, значит, этот самый, фельдъегер, ФАПСИ тогда еще была. Вы слышали, вы слышали, что сказал Егор Погром? Егор Погром сказал, что права человека может не соблюдать в разборках с меньшинствами внутри страны. Ельцин такой же бухой такой. Блядь! Блядь! Путин! Санки Путин! И с тех пор пиздец в стране. Простите меня, родные, простите. Я тогда не специально. Опричников в итоге варили в котлах, штурмовиков перерезали, НКВД чистили не один раз и хули. Господа, вы умнее меня, как бы, раскроете, что хотелось бы. Хули в Туле, мы в Москве. Кирилл, какой у вас расовый фенотип? Надеюсь, не слишком докс-вопрос. Ну, вы меня видели, какой у меня расовый фенотип, не знаю, нормальный. Я видел... Типичный мужский... Типичный еврейский мальчик. С кромоидным компонентом. Типичный еврейский мальчик со скрипочкой. Типичная смесь еврея и финна. Ну, на самом деле, я видел неоднократно в Москве своих чуть ли не таких, как это сказать, генетических фенотипических клонов. Поэтому... Ну, да, как бы, господин Нестеров их... Видео из синагоги выходили после Пури. Вам нравится Николай Второй или нет? Слушайте, это подлый вопрос, потому что Нестерма на русский вообще не особо интересует. Не, ну... Ну, стоп, стоп, разве Николай Второй, он там на существенную часть не был каким-то там... О-о-о, неграм! Немец, немец. Слушайте, господин Нестерман, ну это просто вот такой ультрасоветский тейк, да? Простите, а что стал бы делать я, вот если бы я был внезапно на месте Николая Второго, оказался бы в январе семнадцатого, ну, первым делом я бы закричал, фига себе, похудел, да, как бы, и радостно бегал по дворцу первые пятнадцать минут, а как бы отбегавшись и убедившись, что живот обратно не отрос, я бы, конечно, по образцу моего уважаемого батюшки, Александра Третьего, миротворца, тут же бы начал формировать святую дружину из высшего военной аристократии для, собственно, защиты от всех последующих событий. Игорь, не надо быть ни у кого официантом, нужно со всеми нормально разговаривать и... Ну, Вон Кучин нормально разговаривает со всеми мировыми лидерами, его, правда, слышно плохо, потому что он, в основном, в яйца им разговаривает, да? Но так, в принципе, нормально, восемнадцать лет диалог ведет. Давайте следующий вопрос. Да, да, мы здесь, понятно, что уперлись. У нас, мы уже больше, больше половины. Да, 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 да. Не, реально, у меня как бы бабушка под видео Нестерова воду в банке заряжала, потом огурцы этой водой поливала, там огурцы в те раза больше, чем в обычной выроске. Реально очень полезное видео. Реально? О, нужно попробовать. Мне написала свина-собака. Ах, господи, нет, опять этот украинский гей. Только бы он не прислал третий вопрос. Только бы он не прислал третий вопрос. Он нас добьет. Пожалуйста, украинец, не присылай нам деньги. Это нас убьет. Это нас убивает. Каждая соточка прямо как выстрел в сердце москаля. Ага, я уже кашлю кровью, я уже обливаюсь. Ты меня ранил почти смертельно. Добей меня, прислав тысячу рублей. Добивай. Добивай, нежная сволочь моя. Не спитяйся. По скриптам. Уга-буга, позорники. Бабуга, уга-буга. Пипипупу. 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 Пипипупу.